Мур, привет друзья! С вами Зверько, а это ML Факты. Сегодня разберем такой предмет, как пылающий жезл, который немного усилили, когда изменяли предметы. Его часто можно встретить в моих сборках на магов и сейчас покажу почему. За 2120 золота мы получим 75 магической силы, 400 хп и плюс 5% к скорости бега, но это мелочи. Пассивка. Поджигая цель, нанося урон 3 секунды, повреждая на 2%, 3% и 4% от текущих хп цели. Магическим уроном минимум 10 единиц. Что важно, нет кд и урон уменьшается от магического сопротивления у противника. Как это в цифрах? Эйдора наносит урон и видим дополнительные вылетающие три цифры 45, 44 и 44. Это сработала пассивка посоха. Наносим больше урона и видим, что цифры урона посохом уменьшились до 22, поскольку у Бальмонда стало меньше хп. В конце можно заметить минимальное горение на 10 единиц. Много ли это урона вообще? Давайте посмотрим на горди с посохом. От первого заклинания урон получаем 605 в сумме. Продаем посох, покупаем кровавые крылья стоимостью в 3000 золотых. 405 урона на 200 меньше. Математика предметов проста. Если противник жирный по хп и без повреждений, посох наносит урона больше. Но в какой-то момент с уменьшением хп цели, или если цель худой мага или стрелок, выгоднее собираться в прямой магический урон. Остается вопрос, как можно продлить пассивку? Дело в том, что она обновляется каждый раз, как противник получает урон навыка. Пока второй навык или ульта бьют противника, тот получает урон. Так я насчитал 7 срабатываний за второй навык города. Напишите в комментариях, кому берете этот посох, а также разбор какого предмета хотите увидеть. На этом все. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok